Урса, Урса появляется. Это интересный выбор, на самом деле. И одна из сигнатур ГДХАК. Вот что мы знаем про это. Он вчера как раз и играл на Урсе. Первая карта там была очень смешная. Она закончилась в 22 минуты. Форс-мажор это могут и убить. Он успевает откинуть спелы, но как ему здесь уйти? Хотя бежит, бежит молодой. И кончится курса. А, ну, я не знаю, курса кончится, он как-то побыстрее сможет. Не, наверное, все-таки еще один стан сейчас от Врейс Кинга. Даже так. Который идеально в состав залетел. Врейс Кинг на топе умирает. Снова атака на топе. В этот раз Спартана избивает Форс-мажор. Но Сайленс на Марсе. Ну, да ладно, Форс-мажор в соло может убьет. Все-таки у Феи такая скорость атаки, что даже Шаду Релм не понадобился. Кума-ботинок на топе. Кто-то умрет, умирает Сайленсер. Третий килл для Форс-мажора. Квин оф Пейн. Нет еще шестого уровня ВК. Должна быть смерть. Уверена, и можно идти за Спартаном. Но нечем больше цеплять. Снизу параллельно атака на Элевена. Кинг-бар, либо Кай Ассенш, либо то и другое. А вот Юл как-то игнорит. Но когда против Сайленсера Курка, почему бы и нет? Террорайз на Кунку. Пока отменяется. Окей, у Марса проблема. Успеет ли дать Копье ноутест? Копье нужно нажать, чтобы просто не умереть. Окей, тут Копье не нажать. Видимо, там просто курса работала. И Марсу единственный вариант был просто бежать. Может быть, кстати, винстрайки не взяли Бристалбека, потому что Дум оказался реальный контроль. Не просто потому, что он дает Думу. А потому что он еще Агони может купить и врубать пассивку. Пассивки. Это очень жестко. Глобал, чтобы спасти Кунку. Квинув Пейн идет дальше. Соник Вейв через 6 секунд. Террорайз. Ну и самый лучший, только по одному Сайленсеру, который уже свою функцию выполнил. Но Закунка Погоня продолжается. Соник Вейв появляется. Ну и может Квинув Пейн все еще его отдать. Превращается Ио в Хрюшку. И Соник Вейв не нужен. Дахак, я думаю, сейчас срочно побежит просто в Рушпит. Дум покупает БКБ. Он уже привез Спартана. Нашли и Спартан. Умрет. У него нет Вайбека. Кстати, хорошее очень убийство. Ставится Арена. Брэйс Кинга закрывает. Брэйс Кинг. Пока один. Подходит Ио. Ио тут же поднимает на Ио. Мгновенная реакция. Врывается Элевен. Ультимейт по Квинув Пейн. Квинув Пейн просто будут гнать Элевен до конца. Он еще и станет. Дучина остается. Хенд оф Гад. Есть Мека. Так что Квапу еще попробуй убей. Это будет крайне тяжело. Да. И Дум в соло гнался за этой Квапой. А Квапе все равно. Только сейчас активируется Мека. Остается Хенд оф Гад. Да. Как-то вот Брэйму ворвались так криво. Вроде Дум прыгнул хорошо. Но ноль в поддержке. Брэйс Кинг бьет одного. Квинув Пейн там воюет с другим. И в итоге получается, что Винстрайк выбирает лучше позицию. Тебе БКБ активировать. И который сквозь БКБ работает. И казалось бы. Да. Вот такая же ситуация и у Брэйма. Но есть вот эти Хмаркет аренты противные. Есть стан ВК. Есть там какие-то курса. Что-то тебя все замедляет. Что-то вот тут не хочется. Понимаешь? Не хочется играя на дэмэдж дилере на таком, как Ульса. Бегать и терпеть от этого всего. Блин, ну как же круто Ио тут отыгрывает. Но все равно. И Maybe Next Time тут тоже умрет. Хороший стан от Кентавра. Ой, там находят Квинув Пейн. Сразу же Марс врывает, ставит арену. Но Квинув Пейн больно. Глобал следом. Квинув Пейн в этот раз потеряли слишком быстро. Элевен зарабатывает много денег. Погоня за Марсом продолжится. Тут Дахак пытается спину ворваться. Но да, у Дахака движение. Дахак нажимает БКБ. Очень рано, кстати, нажал прям. Ну да, согласен. С Аегисом, с ультимейтом в запасе. В Рейс Кинга пытается убить. Но это будет только рекорнация. У Дахака, правда, тоже есть своя рекорнация с Аегиса. Появляется в Рейс Кинг. Урсан. Нажимает прыжок. Получает эффект от Рейджа. Релокейт от Ио. Снова хорош. Ио. Он же еще... Ты же понимаешь? Ты с этим ничего сделать не можешь. Вот, например, когда ты играешь против Оракла, ты можешь построить свою стратегию вокруг его убийства. Ну, допустим, у тебя есть какой-то шторм. Ты знаешь, что у врага есть Оракл. Ты такой, ну, блин, парни, мы что-то в какой-то лузовой ситуации находимся. Надо Оракла убить первым. Чтоб он ни в кого не ультанул. А Чен, он может вообще стоя на РСП дать ульты. И, ну, как бы, от диспела получается засейвить. Если, ну, я правильно понимаю механику этого спла. А тут сложно допустить какую-либо ошибку. Даже мне в таком протупливающем сегодня состоянии, в котором я нахожусь. И много чего не замечаю. Опа. Ну, рискнул в Рейс Кинг, в Соло 18, на Копу. You are doomed. Это кому-то от Марса досталось, да? Чен подходит. А Марс просто тут 11 бегал и скал. Очень долго. Hand of God? А, кто кого еще? А, просто посмотри, как долго живет. Ноутис. Прилетает Maybe Next Time. Ну, тут у Марса столько ауру, что вообще изи. Сейчас еще и Maybe Next Time. Прилетает Maybe Next Time. Пропадает Aegis. И настройки его очень хорошо реализовали. Остается Санейка один. Бит Няга Санейка. Есть грибсы. Ничего не жмет. Что? Что он сделал? Форст это видел? Да, это было очень хорошо. Нет, это какой-то суперруин. Въехал в стройку. Это что-то на уровне, когда, ну, не знаю, 5 минут, может, тиммейты кричали, почему ты не жмешь ульты. Он такой, типа, нажал и ГГБП написал в свой чат. Я не знаю. Очень похоже. Не, не, я просто не вижу ни одной причины этого делать. Ни одной. Типа, ну, ноль причин. Ну, типа, там, что-то, может, Рошан скоро может заспавниться. Надо было... Ребята хотели как-то подраться. Мол, типа, а вдруг Рошан там... Вот мы сейчас выиграем драку, Рошан пойдет. Ладно. И смоук от команды Брейм. Дум еще в откате 15 секунд. Форс-мажор, если получится быстро убить, было бы классно. Врывается Леван. Успевает Фея поднять себе в Юл. Уходит Шадурел. И выигрывает очень много времени. Какой-то глобал пока в пустоту. Брискик остается один. Все команды при этом уходят. Интересно. Стан по Урсе Урса нажимает БКБ. Пытается как-то... Нет, мне кажется, после того выхода от Брейм, после этого Дума Мемного, как будто уже команда Брейм просто не играет. Какие-то очень хаотичные движения. Как будто игроки больше не общают вместе в Дискорде или в Тимспике. А у нас таких вот игр в Доте, их, к сожалению, в этом патче очень-очень много. Ну, потому что уже старенький патч, и все все понимают прекрасно, как нужно действовать. Винстрайкам вообще ничего не мешает подождать, пока исчезнет Аегис. И еще 5 минут ждать 4-го Рошана, понимаешь? Так, тут... Красиво с Виспом сыграли. Ты видел, да, X-Mark? Вернули его обратно. Я не видел, но... Представляю. Ну, типа, он релокейтом возвращался обратно, а куночка его X-Mark подцепил и сразу вернул, как только у него релокейт этот обратный прокнул. Вот, он его таким образом заселил. Там попытка какая-то от команды Брейм хоть что-то сделать. Они нападают на двух героев. Вот Чен в итоге погибает от рук Виша. У Квапы линка, сыр и... Две линки, если быть точнее. Да, две линки, две линки. То есть у него свой собственный еще спалблок есть. Ну, короче, просто... Уже с одной Квапой ничего не сделать. Просто Биш пишет ГГ. Ну, вот карта шла 38 минут, я тебе честно скажу. Но это просто душнилого прям. Прям чистой воды душнилого. Вот, я надеюсь, что вторая будет, ну, просто повеселее. Надо бы еще, конечно, Кэфа от наших партнеров Винлайн посмотреть. А Бадон вообще. Кэри Абадон. Получается, Кэри Вивер. Нет, это Кэри Вивер. Это сигнатурка Дахака. Жаль, жаль. Кэри Вивер. Ну, типа, вообще пофиг, понимаешь? Тут тоже... Можно было бы, да, конечно, и на Кэри Абадона посмотреть. Это было бы, наверное, даже любопытней. С этого кольца. Но у него пока, да, ничего нет. Слушай, приходит Ларл, и, кажется, Элевен стоять не будет один-на-дин против Вивера. Он просто умрет от трех героев, которые сюда перемещаются. Заслипали Марса. Maybe next time понимает, что... Тут ему крышка. Параллельно на тройке. Underlord вышел с Питом. Дахак нажимает таймлапс, полностью себя восстанавливает. Врывается Виш. Санейка, похоже, должен закончиться здесь. Но Элевен не идет до конца. Не пытается Санейка поискать. Понимаешь, что Иса может погибнуть. Изволим Драгонлендсом уже хоть что-то там будет из себя представлять. Ой, там Дахак пошел просто в атаку. Сайленс на Бейне. Дахак идет в итоге за Undying. Undying кончил с Олорипом. Нажать его не успел. Атака на Underlord, да? Underlord здесь. Уничтожили. Принимают ДП. Копье. Минус Деспрофит. Хорошо получилось. А дальше, к сожалению, у них провал. Потому что, да, отыгрывать нечем. Борются тут. Хотя, слушай, Виш. Виш остался в итоге. В размене на ДП. Ашли, Undying. Экзорцизм активирован. На миде пушит Деспрофит в одиночестве. Но она с Блэкинг Баром, поэтому вроде как готова к нападениям. Дахак в спину заходит к Левену. Ну, тут вся команда. Элевену больно. Ларл нажимает Блэкинг Бар. Элевен, да, конечно, под духами. Под жуком. Очень больно. Очень больно было сейчас. Минус три. Делает команда Винстрайк по итогу. Ну вот, это то, что, собственно, и мы ждали уже давным-давно. С Айегисом, с такими предметами, страйки решили действовать активно. Забирает три героев, забирает Т2. Ну и Т1 на боте. Упал, остается последняя внешняя башня снизу. Айегис пропал. Врыв на Тпларк. У Телекинез. Ну там будет Блэкинг Бар. Там будет Блэкин Бар. Марса убивает Апларка просто не почувствов. Дахак. Дахак, я напомню, уже без Айегиса. Ему нужно быть аккуратнее. Апларка нажала БКБ. Но врываться дальше не получится. Блинг Даггер это еще нет. Телепорт от Форс Мажора. Цепляется Анейка. С Анейка до сих пор ультимейта нет. Жесть. Ультимейта нет. Он, кстати, уже мог его вкачать во время теле... А, да, мог вкачать. Реально мог вкачать и выжил бы. Мог. А его там типуют. Ну да, да. Ну они видели, что ультимейт еще ни разу С Анейка не активировал. Три, четыре. Да, да, да. Это 7, 8, да нет, все есть. Да есть, и плюсиков нет. То есть, логично. Ну это вообще суперс. То есть, во время телепорта прокачивать сплыв можно. Все. Рубик ворует ультимейт Андерлорда. Вот это прикол. Это очень тяжело своровать. Сложнее только глобал какой-то забрать. Глобал забрать не сложнее. Глобал ты забираешь у абсолютно игрока, который, что называется, не тут. Понимаешь? Глобал невозможно отдать. Даже если у Рубика есть какой-то там лотус. Команда Винстрайк бежит на аванпост в лесу Брейм. Врыв на Андаек. Андаек успеет поставить тамбу, Найтмэр. Но надо поставить тамбу! Ну, не успел. Не успел Андаек. Не успел, да. Или не хочет уже нубит и ничего жать. Уже хочется домой. Нажимает БКБ. Отпустите! Вообще дерется-то нормально. Чего он сразу-то не дрался? Анайка. Зомби душат. Все-таки Дахак ворвался. Блэкинг Бар закончился. Ну и Дахаку на этот Блэкинг Бар, в принципе, это все равно. Минус 5. Вот пораньше бы он въехал. Ну, в смысле не въехал, а просто нажал ББКБ и сразу бы начал драться на мужика. Максимально не командно. Как будто это просто 5 рандомных человек. Собрались там в ранкет матчмейкинге, играют там, переругались уже с нулевой минуты. И каждый сам по себе, знаешь. Хотя они наверняка не ругались. Там понятно, что никакого тинта нет. Но взаимодействия ноль между друг другом в знаковых игр. И я говорю, я ничего другого вообще не ожидал. Стой как. Ты такой какой-то на энтузиазме. Там, да вот, да вот, да ну. Можно, конечно, сидеть, ничего не ожидать. Но надежда вроде как даже была. То есть реально была надежда. Я когда видел эту тэмпларку, она долгое время была в топе. 20 уровень. То есть все еще там, ну уже ладно, уже и пару не проигрывает. Уже все. Я не знаю, на кого рассчитывать. Может быть и убил. В итоге сейчас ловит. Но бита. Но бита. Био. Телепорт надо бы нажать, успеть. Он успеет все равно. Он хочет драться. Он хочет драться, а он мужчина. Мужчина. Вас не здесь ждут. Вас здесь быть не должно. Би заегис. Я пойму все, пойму. И закончат. Если закончат, то респект. Если не закончат, то пойму. Он по Т4 полетел просто Марс. Убивают андайнингу. Убивают андерлорда. Есть байбэк у андерлорда. И, наверное, его придется нажать. Иначе сейчас винстрайки могут снести их. Три линии даже. Или нубито отдадут, как думаешь. Нет, нубито не отдадут. Да нубито... Не успели. Но были близки. Мне кажется, это сейчас был наибольший шанс здесь подраться. Дохак взял Аганим, но не ехал. Съел. Выложил. Выложил. Врыв от ноутеста. Арена по двоим. Убивают андерлорда. Хотят очень быстро. Элевена убили. На Спартаном погоне. Замедление от Дохака под Скади. И два героя умирают без бая. Но битва тут шедоумулетом играет. Или у кого шедоумулет? У Бэйна шедоумулет. Да, у Бэйна шедоумулет. Ай, подцепили краешком. Подцепили краешком! Нормально, нормально. Спокойно. Не волнуйся. Не волнуйся. Все нормально. Я не волнуйся. Мы фанаты Нубита такие становимся официальными. Мне нравится его стайл. Нубита это по-моему у него фокус. Никнейм. В рангете. Ну тоже грек, если я не ошибаюсь. Да, Тошка Питовая. Лу, но он стоит. Помощь, дайте помощь, да. Ну почему он Нубита-1? Где все? Почему все в таверне? Ну вот, Войд Спирит пытается что-то изменить. Здесь ДПшка под Блэкинг Баром вгрызается. Экзорцизм еще работает. Погодь, там что случилось-то? Ну, Деспрофит с Аганимом и с экзорцизмом работает. Или про что-то. А она до этого не подрубала разве экзорцизм не показалось? Да нет, он уже здесь твой толка. Он уже здесь твой толка прям. Так. Мега-крипы, да? О, е-е-е, Нубита как прилетел-то неудачно! Что ж ты делать-то будешь? Не дает команда играть. Но есть финсгрип. По-моему, Рубик, кстати, ни одного финсгриппа не забрал. Учитывая, что у него уже Аганим. И на этом игра заканчивается. 38-9. Ну, почти. А там был 40-8 счет, да? Как-то так. Нормально. 40 на 8 и 38 на 9. Ну, блин, Бреймы, мужики, ну что-то несерьезно. Ну, давайте как-то это. Все, куда давайте? Сам же в Европе что-то играть. Ну, слушай, команда играет с заменами, ты не забывай.